Как сказали замечательные таланты EU, да, англоговорящие наши коллеги, они бы смогли лучше, конечно же. Да нет, шучу, на самом деле замечательные моменты были, немножечко освежили нашу память, наши дорогие коллеги, то, как это было в предыдущих этапах наших турниров, это было совсем недавно. И овраг этот, эти канавы, да, гадки, которые были максимально веселые, кшоновые, и молотов от Айваса по тиммейту. В общем, все было, все было. И кулачные бои от Торнадо Энерджи на квалификациях, когда боролись они с игроками команды Авторальт, то бишь, простите, Батерлакных Снайм. Да, 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 да. Ликвид мою статистику сломали. Да, Ликвид мою статистику сломали. Был один, всего лишь одна команда, один коллектив с чекандинером и второй половиной таблицы, а уже их двое. Браво, Ликвид, 40 поинтов у них суммарно получается. Учитывая, что плейсмент поинтов у них всего 15, 10 заработанных в прошлой карте и 25 ПТСов за киллы, 7 заработанных также в прошлой карте. Да, были они на 14 строчке, как раз-таки чуть выше них были Northern Lights, но, к сожалению, и у нас еще какие-то, к счастью, какие изменения. Торнадо Энерджи на 10 строчку поднимаются вплотную к ТСМам. Очень хорошо. Это, значит, близко к первой восьмерке и на половину, даже чуть меньше половины отрыв от первого места. А, соответственно, при плюс-моральке можно дальше набирать поинты и хорошие карты проводить. Если проводить такую карту регулярно, через раз хотя бы, да, как Торнадо Энерджи эту привели, то можно и в пятерочку свободно залетать. А там уже, как говорится, топ-одинчик можно забирать. Слушай, Торнадо Энерджи прям сильный, да, не хватает вот этих поинтов за плейсмент, учитывая то, что 38 киллов, это больше, чем у Энс. У Энс 2 чекен-динера, 20 поинтов они заработали, собственно, за них. И вот 12 поинтов, 32, в общем, за плейсмент. Это, кстати, самое большое значение, насколько я вижу. Все верно, все верно. Ваши глаза вас не обманывают. Михаил, 32 поинтов, ниже чуть-чуть у Натус Винсера, ну и дальше по снисходящей. Ну а что у нас здесь, как раз-таки движение за день. Очень, посмотрите, какое бурное движение. Да, после первого матча есть движение за день. Торнадо Энерджи 2 строчки, Ликвидит 3 строчки вверх. А Wildcat, соответственно, с Байстендерс по 2, Northern Lights 1, Блэйзы поменялись местами с Адептами. Ну, в общем, и Винстриг свитчнулись с Сенцами. Поменялись, по сути. В первой восьмерке. Да, но тем не менее, пока в первой восьмерке находится у нас Винстриг. Надеюсь, то, что это не пока, а как раз и закрепятся уже ребята из СНГ. Ну и Na'Vi начинает отрываться. На самом деле уже 20 поинтов от четвертого места, 20 поинтов от третьего места. Это не так просто. То есть нужно коллективам из, получается, не первой тройки, а дальше побеждать, чтобы догонять Na'Vi. То есть обычно у нас плотнее, да? Помнишь, как на всех турнирах было? То есть у нас, по сути, оставалось какие-то 4-3 команды, да, которые вперед убегали. Первые там сотку пересекали и вот каким-то особнячком достывали. Сейчас 60 поинтов много у кого. И в целом там могут между собой, да, второе, третье, четвертое, пятое, шестое даже место делить. После каждой игры может меняться. В общем, там ротации, скорее всего, коллективов будут постоянно. Ну смотри, мы не учитываем маленького изменения. У нас же поменялось количество игр в день. У нас сейчас, вот только сейчас, после вот второй игры, будет как будто бы первый игровой день. То есть, простите. Как будто бы середина второго только дня идет. У нас по 6 же было игр, а сейчас по 4. Соответственно, на набор очков... Тяжелая математика началась. Нет, 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 ну у нас первая игровая неделя вместо 12 игр, 8 всего лишь, минус 4 игры от недели игровой. Соответственно, набор поинтов более медленный получается. И, соответственно, к этому всему, соответственно, соответственно, нету вот этот рывок вперед не может быть настолько очевиден, потому что, ну, только кто-то 4 игры, да, подряд забирает, тогда будет суперрывок. Либо там сейчас ликвиды забирают еще хотя бы одну в топчик, они уже в восьмерку вваливаются, и вот мы сразу видим тоже какой-то суперрывок. Но на общей дистанции, то бишь в промежутках вот этих, да, наших, которые мы имеем... Да, винстрики у нас на этот раз выходят в импалу. Натус Винсер для себя Ля Кабрейру заберут, скорее всего, учитывая, как самолет у нас летит. Самолет летит от Пуэрто по рейсам для до Ля Кабрейры, и для Нави все неплохо. Единственное, что выходят они в конце самолета, но Натус Винсер обычно играют достаточно медленно, и в целом не впервые. Будет в зоны передвигаться последними, там, вторым, третьим, четвертым и даже пятым темпом. Видели мы эту команду за зоны достаточно часто. Слушай, ну вот у нас есть противостояние, Остринг рядом с Емпци, недалеко под импалой, да? Хьюз летит на компаунд левее Пикада. Шевдабуэ до Эли Захара не долетят, там Килика уже автомобильчик забрал и поедет. И правая зона для Шевдабуэ замечательная, их дом Эли Захар практически в центре зоны, находится чуть севернее этого центра. Ну вот они сейчас прямо на ротации самый центр и занимают. Хьюз заезжает у нас все-таки в компаунд левее Пикада, пострелял по нему, видимо, Клип, есть информация. Ну и в эту сторону ехать-то Тим Ликвид и не нужно. А, дальше даже Хьюз уезжает. Ну вот правильно, он не рискует. Он понимает, кто по нему стрелял и, соответственно, не стал рисковать, уехал дальше на кемп-сторону. Соответственно, как бы обезопасил себя от приезда Ликвидов, которые уже готовы, допустим, взять транспорт и заехать в гости к молодому человеку, учитывая количество девайсов Ликвидов и то, что они уже лутаются все это время. Тут мимо Аустринга, кстати, проезжают Амакины. Амакины уже емпти засылают на север, ближе в зону, возле винстриков. У нас еще и Энс в лице Скуики располагаются. Но нам показывают игроков команды Raise Your Age, как они без каких-либо препятствий лутают свой минус Дженералис. И Блэйзы все никак не решаются к ним залететь сюда. И, с одной стороны, хорошо, никто не хочет руинить себе начало. Учитывая, что сколько контестили Блэйзы против Raise Your Age данную позицию, ничего не получалось у них. Никак они не отбивали ни на скримах, нигде минус Дженералис, поэтому передумали. Ну и Лебендита свободна, нету там крипов тех же, которые лутают на старте Лебендиту. Нету других команд, которые бы им помешали, поэтому все нормально. А в Йемте все еще едет на север, по восточной дороге, при том, что делает это очень аккуратно. Он делает именно это не по дороге, а именно по склону вообще. Ну и Raise Your Age начинает свой выезд. Как раз-таки нам показывали, что они уже оканчивали свой лут. Они уже начинают заезжать, при том, что двигаются они в сторону игроков команды Shift W. И скоро они уже к ним приблизятся. Shift W, кстати, не направились в Алязар. Они начали лутать джанк-ярд и, соответственно, соседние помоечки. Ну, центр, да, не хотят отдавать игроки команды Shift W. Слушай, вот FaceClan нам показывают, и они нестандартные для себя позиции забирают. Под Лос Леоносом они изначально начали эту игру. Вот. И, видимо, то, что в целом неплохо выбрали для себя. Потому что из Монте-Нуэлла пришлось бы через большое количество команд передвигаться. С юга, конечно, тоже у нас и Тигет, и Wildcats, и Энс, и Амакина находятся. Но поближе к зоне, чем Монте-Нуэлла. Хотя из Монте-Нуэлла FaceClan, вот по их привычной истории, могли закручивать через север. Мы достаточно часто от них видели такие розыгрыши. А здесь Винстрики рядом с Емпти у нас проезжают. Кем бы нашел дерево на Мирамаре? В пустыне нашел дерево. Проверил. Прочегал дерево. Нормально, все хорошо с ним. Ой-ой-ой, а тут Кемба может еще... Нет, все уезжает. Не-не-не, нормально, нормально. Емпти опасно вообще выдавать вместе с своем положении. Он здесь четко собирает информацию. Тиммейты только выезжают с Парта Параису. Это два с лишним километра. Фактически два на данный момент уже. Тиммейты продолжают свое движение. Липсин перемещается к своему тиммейту. Здесь Иэнс, здесь и Резюрэйш. Резюрэйш на верхних бетонках, которые на восток от Минус Дженералис собирает информацию по противнику. А у нас Энс как раз-таки гору пытаются объехать. На восток они перемещаются. Очень плотная ротация от Wildcats. Ну и да, разворот. На 180 и уезжаем в сейв. Аккуратно все это делают. Игроки команды Энс, никто не хочет встречаться. На столе ранних таймингах терять тиммейта. И также Wildcats не намерены драться пока что ни с кем. Ну разве что если... Слушай, ты классно, что они во время ротации какое-то мнение свое поменяли о том, куда они едут. Это говорит об интеллекте, наверное, каком-то макро игроков, которого, кстати, у Энс до этого не было. Но ты помнишь, как они залетали? Ну реально. Так я прошлую карту тебе же на это намекал. Когда они не стали ехать в будку к Торнадо Энерджи, а стопнулись за тачками на краю. Ну да, мы обсудили, что поменялось у них тактика. Просто вот это твердолобое, что я выбрал эту точку, я туда в любом случае заеду, оно не всегда играет хорошую роль в итоге для набора поинтов в розыгрыше. И то, что у Энс это появилось, это действительно хорошо. Для них как для коллектива и в целом. Про интеллект это было, конечно, что-то. Ну что ты смеешься, как это еще называется, знаешь, как есть? Ну как это, ротационный интеллект? Ну нет, это знаешь, как вот о своем положении на карте. Да, то есть ты едешь не в слово тупо использую, да, не в рамках какой-то там про интеллект, а в смысле невзирая ни на что. Вот, в точку. То есть этого нет. Есть именно размышления по поводу того, что стоит установить. Байстендерс только с Альпузо выезжает, я про них забыл. Ну и нави тоже выезжают, да. Не, ну нави поздний тайминг, они уже почти на water treatment, окей, они близко уже там, сколько там, 600-700 метров до зоны. А байстендерс только-только начали выезжать, я что-то даже туда не смотрел. Да. Sorry, перевел? Ну, короче, ENS красавчики, то, что начали думать во время ротации своих, что если не получается, то не стоит контестить это. Просто всегда есть край, на котором ты также можешь позакрывать, какие-то поинты для себя пособирать. Вот сейчас пойти гетом ENS начинают накидывать, и там Forever-то просажен, сейчас мотоцикл не сильно спасает, поэтому по Forever-у можно еще и нормально понакидывать. Но далековато, далековато, да. Момент у Пучин. Так, это Фейс Клан стреляли сейчас? Нет. Да, там Фейс Клан, нет, а Блейзы стреляют по перекатке эти гетов, эти гетки просто, эти геты просто за Блейзами едут. Посмотри на эту вереницу на карте, да, заезжают они в складки, и мы не раз видели финалочку в этих именно зонах, в этих именно локациях. Но здесь Емти очень близко с Левентом перемещается, Емти очень вовремя. Но опять же, вот он, ротационный интеллект, работает моментально, просто, вот без задержек, без дилея. Просто Емти слышит, что в эту сторону едет транспорт, и тиммейт не готов его саппортить достаточно эффективно. Прыгает в тачку и уезжает. Все верно, это правильно, но опять же, но это должны быть... Пока места хватает просто, да. Помнишь, мы с тобой обсуждали по поводу различий Азии и Европы, вот сейчас она очевидна. Сильно, близко набивается центр. То есть достаточно рано начинают игроки терять свои ресурсы в виде армора и брони, потому что перестрелки вот эти на 400-300 метров, они с самого первого круга начинаются, потому что очень близко друг к другу команды располагаются. Притом, обрати внимание, иногда вот ты смотришь карту, и тебе кажется, что это вот как ты птиц. Видишь стаи птиц, которые летают, да, на природе? И они вот иногда меняют свою траекторию полета, это все так красиво заворачивает, вот так же иногда команды действуют. Вот сейчас они целенаправленно юг, и центр и юг занимают, вот облепили, да, наши белые зоны, при том, что при дикте именно нижние круги, ну, расположенные, склоняющиеся к югу больше круги. Что не случилось на самом деле. У нас в итоге минус дженералис, фактически Джанкиард оказывается в центре нового игрового круга, но вот интересно наблюдать, как происходит мышление, да, капитанов, ингенвидеров, которые... Ну, в целом, все запредиктили, как мне кажется, потому что, видишь, у нас большинство коллективов в зоне, и вот Нави с байстендер заезжают. Кстати, Нави и байстендер, по-моему, один компаунд для себя хотят. По-моему, это вообще промежуточный, не самый лучший вариант, потому что это в поле, это ангары с жпухой. Он пытается опередить Фьорта, видимо. Ну, там даже срезают, или как это выглядит? Ну, этот, опять же, и этот кемп, а зачем здесь драться за какой-то кемп? У вас пространство в 800 метров в округе, свободно друг для друга, как бы. Даже торнадо Энерджи перемещается в направлении на Т-свинсера, на Т-образку, на перекресток даже едут. Там Мелман уже сидит в позиции под ТСМ, и, скорее всего, к нему у нас Торнадо Энерджи заезжает. Сейчас эту ротацию Бестовачь увидит, и Оранж еще сверху тоже может посмотреть. Правда, не доехал пока. Ну, Бестовачь не увидит, но услышит. Вот только сейчас может проводить там в прицеле Торнадо Энерджи, и к зампу уже заезжает. Сушек, сэкс, горы, да... Даже и к Мелману, а глубже едут. Вот, на горы они едут, смотри, есть информация. Да, надмин-женералис там заняты, просто на зумлайдс два игрока сидят. Сейчас посмотрим, как будет реакция, и как раз тот самый, как говорится, ротационный... Все, у нас новое понятие ввелось. Ну, мы же умеем, практикуем, вводить новые понятия, название позиций, разнообразие. Книга предложений и мыслей, все есть, блокнотик. Слушай, кстати, 11 минуты, у нас 64 лайф. Очень плотно. Вторая зона только появилась, да, и плотненько находится друг у коллектива. Я думаю, что совсем скоро мы увидим противостояние. Вот показывает нам Биме из Bystanders, но не решается он пока постреливать в сторону Торнадо. Энерджи знает, что там находятся игроки, но, наверное, не знает. А вот он Мираду хочет забрать или... Ну, это его Мирада, это его Мирада. Просто наверх она не очень хорошо едет, и он информацию для Торнадо даст, если сразу же в нее сядет. Слушай, обрати внимание... Начали Бастайнер все-таки стрелять. Да. Ну, это такое чисто. Они стреляли, при том, что ближний и дальний. 2-2 сплит у Торнадо Энерджи, при том, что северный сплит это Мэл Мануаля. Они контролируют поднявшихся Натус Винсера, точнее Бестолыч, поднявшийся в фото. Он немного... Липсин! Да. Пара-пара-пам. Есть первый килл. Для Липсина, к сожалению, заезд не получился. И посмотри, где занимают позицию. У нас два игрока команды Ликвид, двое в минус Дженералис, двое в этом маленьком кемпе на востоке от минус Дженералис. Винстригт заняли Салун. Мы помним, этот Салун не раз демонстрировал нам классное окончание, финальные отличные зоны и, конечно же, сумасшедшие валидольные развязочки на этой локации. В радиусе 300-400 метров. Здесь везде может закончиться зона. Вполне возможно, что и в этот раз тоже, учитывая, что километр практически до края круга от них. И если шифт будет какой-то правый, то вполне себе могут и винстрики в хорошие позиции. находиться. Я, кстати, вот в сторону минуса не видел шифтов, поэтому очень... У-у-у, шаг на лаган. Центр? Ну как, подожди, минусы у нас самая... Практически самая... Центруется. Да, у нас... И сейчас визуализация, это глаз на самом деле. А вот это белое, это зрачок. сдалека мы же любим это карту а куда поехали называть джонки артка даже поехали много урона получает у нас один из игроков то ли вен приезжает в нижний свой кем и не разу раз не раз разыгрывали у нас игроки как красиво прилетел прям просто подарком ли вен там же ноги оказывается бездель и продолжает движение свое репчур бездель был добран репчур пытается проехать ашик ретит соответственно говорит ну ладно отмена поздно очень сильно захотели этот компаунд был зрячий плохая война очень плохая война реплайна уже нокнули еще не репнули но уже нокнули лак за также должен помогать своему тиммейту апокалипп просел очень жестко и цикрит все время падает от емки ну и рейзер красиво выглядела хорошая реакция но чуть-чуть не хватило точности в ноги оказывается еще один игрок команды blaze sport ну и будет проходить один игрок второй немножко не хватило ай был бы берил как говорится всех бы набрил но минус blaze sports плюс-поинты для рейзу рэдж выигрывают для себя позицию рейзу рэдж точнее выдерживают ее для себя ну а торнадо энерджи очень интересный сплит экземпл смелман переехали к своим ребяточкам поближе и вот байстендерс в лице минус да мы что будет файт хотят закрыть спину здесь ребята из торнадо и проходить дальше к скалам вот кстати про скалы помнишь раньше была история то что от воды уходила в определенных зонах да и уходила от тех мест которые не могут занимать у нас игроки то есть вот от этих скал которые над минусом находятся также зона убегает ну вот мы с дайромом общались некоторое время назад и со скоби тоже из этим фантом да и говорят то что похоже немножко изменился здесь скрипт не знаешь о чем подумал может быть как-то процентное соотношение вот этих уходов поменяли у нас по g corp снова патчем и поэтому не так сильно шифтует сейчас и от воды и ну то есть зоны мы видим вот эти на мостах да опять вода достаточно часто присутствует искал и присутствует которые незанимаемые которые как бы тоже как вода раньше считались какое-то время назад скорее вот в той формуле в том алгоритме они увеличили процент игнора воды искал на вода да об этом не говорю да 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 ну я как бы я согласен я соглашаюсь и просто как бы расширяю взгляд на данную мысль осенья тем временем переехал на позицию на юге кемпе кстати он здесь нормально себя чувствует и у нас уже зона приближается близко к бетон очкам для резю речь на самом деле вот какие мы видели окончания здесь кругов у нас было север джонг ярда если ты помнишь но там уже как бы и видно что вряд ли закончится да уже не захватывает эта часть зона и у нас будки прокирать а будка проверить вот плюс-минус очень редко да в складках да тоже через дорогу вот прям под инцами заканчиваются да там зона недавно мы увидим увидим на репчера может наступить совсем скоро а пока смотрим на ротацию адептов которые просто его залетает у нас в круг вот как его получает ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой тут батулина очень плохо репчером он наносит урон и уже разогревается диска ешечка должна перелететь отлично под флешки находит у нас александр находится не наносит урона хаешка ну и нужно как-то перемещаться адепты еще здесь рядышком оказались экземпла нам показывают картинка в картинке как раз таки на своих позициях все еще находится экземпл оранж дает ног по манке заехали на то свинцера частично под позиции резю речь там же перемещаются эти геты с восточного направления батулину нужна здесь халпа адепты наверху в скалах в собачках получается и хорошо там ног по квизе от еллу размены будут нет к сожалению квизе достается все-таки игрокам команды бейстендерс бестолач добирает манки плюс поинт батулин все пытается как-то найти опцию чтобы все-таки закрыть репчера ну круто но здесь самое верное найти угла взорвать либо сжечь игрока команды wild cats было бы очень здорово увидел он репчер а репчер не его увидел непонятно заходит ему спину минус репчер а показывает нам отъезд игроков команды торнадо энерджи как отъезд они отъехали со своих позиций в смысле уехали ну и бату как же вовремя батулин справился с репчером приехали торнадо стреляли в спину позиции торнадо энерджи очередь браво ты просто ну это совсем так как будто бы в последний аэро аэро приземление было на троечку и соответственно покарали на все на все были покараны тсм вот уже минус еще одна команда тем временем зарабатывает новая цена тсм у нас а вот тиши в w по поинту посмотри вот как закончились уже минус три команды что происходит новый круг но опять же 64 life у нас слишком долго было ну да да не воевали коллективы продолжительное время и bystanders теперь еще и по амаки начинают настреливать его тут про торнадо продолжит то что у них достаточно шаткой позиции учитывая то что bystanders выйдут сверху и вот если амакин здесь неплохо постреляют по байстендер чтобы они не так активно работали по торнадо это был бы плюс для коллектива и видимо то что забегает на спину торнадо так мой предик работает мой там минус спайра спайра подставляется под у дир все-таки нашел позицию для себя пейдж нокает флэмми пейдж здесь и сосенечкой пытается жить показываются нам как раз и бочки от игроков команды амакин спорт пейдж вас пути болны емте биме но кайт васку также хьордов кайт пейджа остается последний вот ебки и у ебки нет понимали что совсем рядом не последний простите предпоследний но такой куча малей непонятно да вот был последний это был и самый лучший вариант для ребят уж как получилось адепты пытаются подключиться дает ногу на стоунда по еллу хорошую хаешечку накидывает или нет мы сейчас с вами увидим долетит она все-таки допили до питает обе тридцаточка с него отрывается но не в ноги все-таки еще биме а должен у кайт без толчь продолжается противостояние игроков команды нато свинцера против фрейзи рэджи здесь кстати в смоку есть один из вражин поэтому нужно максимально аккуратно адептом здесь вот они мешают и зачем как так без толчь умирает и хьюз его забирает кстати ну и тонда нужно отбеляться спину я уже спину а теперь как так то ничего еще нет здесь должен диме умирать нет диме все еще жив нет диме не жив минус стендерс минус торнадо энерджи слушай и адепты для себя расчищают по сути север они могут в сторону шиф-дабу и выходить джанк ярду и зона джанк ярд закончится как раз на вот этих будках скорее всего о которых мы с тобой и говорили ну и на зону лайт отличная позиция единственное то что небольшой у них такой кратер где они находятся и нужно им будет шиф-дабу закрывать и потом передвигаться но в целом получается два коллектива против которых на зону лайтс основной файт должны проводить все команды у нас на юге основные резюрет шнави эти геты и фейс клан можно сюда и ликвид также отнести которые запада больше заезжают у них там есть рельефы неплохие ой 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 посмотри же как щу молочку смачок сейчас откроется началось прикрытие от сеня отлично этот раз получил урон соответственно охота пропала пристреливать по табу таб имеет возможность привести себя в чувство но нужно будет сейчас на зону это идиот перемещаться да да поехали у нас эти геты в сторону винстриков как раз ой 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 судя по количеству урона это было точно 3 так у нас иван также здесь зоны перемещается к своим тиммейтам и все что это будет пешком все происходить он не стал брать баги нормально открывает здесь тиммейт от разрушил за машиной с кем бы от концов въезжает в инстрики по одному въезжают позиции нсов соответственно нс нам просто фокус фаером сбрили у нас кем бу и остаются втроем ребяточки вас тем временем то он да но кайджем за джимс немножечко решил углубиться ближе к центру игровой зоны новой белой пока что данной зоны ну его нашли как говорится здесь и уговорили а вокруг этой будки где дрался у нас с одним из игроков wild cats батуллин в итоге сейчас очень масштабную и михаил твои будочки пока что прикидут работает за дорогой дорога для резерве что неплохо для нас онлайн тоже если же минус так сейчас закрывают navi то все шансы на победу они сейчас занимают у нас файтом и стреки против этикетов начинают воевать есть ног по и эти гетам клип также но какие-то ноки и тондо и битсу нокнул и забирает еще и джимса против тондо уже из попадания код марка но как макси зора вандеру достается tender loss ну и клип остается последним из-за земли как будет встречать депты распилили вместе с фейс-клан но адептом сейчас тяжело будет а что дальше что там осталось от адептов ноке в ноке филу должен приезжать филу несется к своему тиммейту файслан все это контролирует и нет филу все-таки продает своего братика но она тусвинсера заходит правой стороны от бетонок где у нас располагается резерве джи филу едет плюс-минус граунд который себе находит шива отправляется в ног по оранжу здесь стреляют эти гетты что у нас по винстрика винстрики работают сразу в два направления на юге эти гетты шива добирает у нас оранж отличная хаешечка была закинута до этого она держать отличную гранату но чуть пораньше бы его выкидывал и перфектикс набирает здесь о кирке ляка и правда в ноке также дип откидывает у нас молик знает где находится бракс как сокер прилетает от мулина минус зокер минус киляка и зокер пока блика уже будет остается тем временем эти гетты воюют да против на тусвинсеры есть размен там тап падает этикетов ну и фьюза но как сеня продолжать у нас fight на юге нави и занимает неплохие позиции там утер кстати пытался с компаунда уйти но встречает ивана именно да здесь отлично отлично разыгрывают все-таки эти гетты очень сложным аксизор там закидывал хорошее количество хаешек но не взрываются энцы еще иди получать нок от густого в смоке разрезают своего тиммейта что как ну ботули найти бы найти бы сейчас сам подставляется тут размен и как же жестко брэкска здесь справляется с батоле нам не получилось как-то противостоять w и вот они shift w вот этот набор очков вот как они набирают и мы все время удивляемся тому что эти ребята показывают новый стак новый коллектив новая организация в мире popg киберспортивного и что они демонстрируют для нас с вами ну из-за зоны выходит овстин понимает он что сейчас лучше отдаться как говорится судьбе да сейчас будет новый прок зоны и очень серьезно будет уже его коцать он еще и без бустов и он просто не успеет принять ну бустов нету да тик бустает нужен конечно чтобы аптеки принимать в этой зоне ну и филу в центре зоны у shift w есть low ground от которого не могут отыгрывать но нужно выходить прямо сейчас против инцов работать потому что нс если займут горку то просто не дадут shift w выйти все это под обстрелом эти гетт находятся эти гетт здесь помогают этим обстрелом для shift w по сути слушай момент такой про на зону лайтс на зону лайтс же знали то что у них shift w находится в джанк ярд и очень жаль то что не получилось встретить коллектив я думал то что они как раз в их сторону будут максимально работать но как-то пропустили парни за снг у нас shift w и практически ключевую позицию в этой зоне для себя отдают потому что юг у нас гора уходит практически полностью а тут еще и три команды и вряд ли здесь все это закончится хорошо хотя фейс клан на полным составом густав может издалека прикрывать и первый fight наверно будет против рейзер эджу navi там еще под обстрелом эти гетта все будет третьем патте подойдут или постреляют издалека до сложности максимального коли у максимального количества коллективов на самом деле до фейс клан пытается для себя найти вход зону ну и слишком долго затянули они здесь вот этот недоконтакт 3 зередж и получили но по эти фасквести времени отвечают по аудиру пытается orange пройти но там эти геты не дают оранжу с другой стороны там-то прикрывает проход оранжа дает ног по форевер ну и всем коллективом то нужно заходить все таки я хотел сказать как же нс выжили эту пушку которую им демонстрировали игроки команды винстрейк ну предоставляли но уже посыпались минус веке минус ростом от дано кайцы скрипт но кайцы брэкс о тех же там отлично настреливают подключаются теперь уже и поиск лан в лице густого и шив w справятся сенс или нет кто кого у нас перестреляет минус и диггери последний представитель своего коллектива будет продолжать путешествие дальше на краю зоны эдзи синька сожрет его все таки у тебя не успевает забирает плюс поинт для тиггери лоха по этап заходит в зону есть возможность отхиляться ну и готовы эти геты воевать против на ту свинцера или нет сейчас мы с вами увидим летят неприятные раскидочные сувениры до готовы очень жестко проходят эти геты слишком далеко улетают а если трава там густа в спину как же неприятно минус на ту свинцера за секунду их удаляют в два коллектива ой густав ты посмотри какую позицию сейчас занимает на ползать умудряется там да там ключевая позиция для густава он и поэнс с шифт w пострелял поинты собирал ну и теперь может прикрывать своих тиммейтов когда на дерево выйдет там густав по нему сможет стрелять да уже начинает отрабатывать здесь густав немного про коцел ружу под марка отличная от игрока команды фейс кланы и теперь есть понимание у вани с фасфейсом то что можно попробовать даже и выйти но ваня в другую сторону смотрят сторону энц который так через мог будет помогать фасфейсу ваня гранат хорошо форевер в ноги четко кстати поправочка энц вдвоем выжили в итоге там еще и тигзу затусовался ну и что здесь фасфейс до последнего остается как раз таки на своем направлении 10 килог для поиск план вот оно хорошее настроение прошлое карта не удалось эту хорошо пытается разыграть и фасфейс четкий хэдшот все-таки ставит своему оппоненту находит его иван тигзу выходит спину ног еще кажется густав и что здесь у нас да индивидуально каждый не перестрелял своего оппонента по отношению к игроку команды нс и топ-2 для адептов наверное лучшая их игра находились они на 16 позиции до этого розыгрыша я думаю что сейчас немножко подниматься у нас парни из-за адептов вторая позиция сколько кило у них много кило у них восемь адептов да они хорошо же поиграли надо ты хорошо поиграли там все плотненько на адептах фил уже поехал именно доживать и угадал еще из центром зоны и за байком залежал поисклан конечно все четко сделали фасфейс закрыл направление казалось бы все уже и густав на высоте находится на вершине да контролирует должен был контролировать вокруг себя все пространство но вот эти финские парни с кракеном на эмблеме все четко разыграли хороший тайминг поймали нс еще и фейсклан помогли а дефаться же нс да когда потому что эти геты по идее могли бы играть против фэнс но завязался вот этот файт против нави потом завязался сразу же файт против фэйсклан и вот в этот тайминг кэнса заняли для себя ключевые позиции и если бы ваня перестрелял филу то есть густаву не пришлось бы выходить в опен для эндс то фэйсклан могли забирать здесь изи эту игру и у них и так 11 киллов и если бы еще забрали вот трех игроков было бы вообще отлично для них но это для нас тоже хорошо учитывая то что нави опять в лейт-гейме нави позиции свои на первом месте укрепляют фэйсклан конечно набирают поинты но этого пока недостаточно вроде чтобы нави догнать хотя увидим увидим еще результаты и этого матча увидим потом как и изменилось положение коллективов в общей таблице но у нас экватор пройден получается достаточно быстро не успели мы по сути проснуться да уже экватор игрового дня пройден два миромара позади и уже будем смотреть мы на ирангеле противостояние коллективов которые хайлайты которых вы на своих экранах сейчас видите вот эта драка вот кстати дружная драка да вдвоем выжили там просто куча маркеров было куча иконок но улога и никнеймов всего остального на карте и порой не разобрать даже когда он умирает там еще какое-то несколько секунд остается лога поэтому немножечко было недостоверно воспроизведена информация но и до последнего здесь филу конечно молодец жалко не было возможности у него забрать диггери это был бы еще плюс поинт ну и вот шестнадцатого по девятую строчку блэйзы ой четыре команды с нулем блэйзы тсм wildcats и торнадо energy что будем делать шестнадцатого по тринадцатое место единичку забирают амакин и двенадцатая строчка винстрик два поинта одиннадцатые три поинта для тем ликвид они десятые натус винсера кстати всего лишь пять поинтов они девятый так ну и первая восьмерка я здесь все нормально я ждал пока вы закончите никого шесть поинтов для raise your edge 7 поинтов для трех коллективов bystanders но зону лайтс и шифт даблы соответственно 8 для эти гет ну и первая тройка этого розыгрыша выглядит так and 17 поинтов топ-1 16 для фейс клана с 11 киллами 5 поинтов они забрали то есть третья позиция ну и адепт 8 киллов второе второе место 6 поинтов за это и 14 общий результат адепты молодцы на самом деле хотя выживали но отличная позиция для филл в итоге принесла второе место тонда в килл лидерах 4 килла 4 килла для биме густав на первом месте с пятерочкой диггери делят второе место с биме и стонда также с четверочкой и тигзу 3 килла 2 игрока эндс 1 адепт bystanders и фейс клан ну и дэмэдж лидеры все верно дэмэдж лидеры первое место занимает у нас эти гетты представитель команды эти геттов код марку тот как раз молодой человек о котором я сегодня уже говорил хочется от него видите хайлайты как он на скримах демонстрировал густав вторая строчка третья за батулиным при том что разрыв очень маленький между густом и батулиным четвертое для тоун до приятно видеть французского игрока у нас в топе по дэмэджу ну и брэкско занимает занимает пятую строчку соответственно замыкая нашу пятерку да матч конечно интересный ну и вот эти моменты как зоны приходят к тому что мы уже видели говорят что ждем пока нет а ждем да пока не хочешь со мной разговаривать никого не хочу хочешь послушать интервью понял принял осознал да в общем теперь вот эти приходы к зонам которые мы уже видели нередко они конечно вводят в ступор большое количество команд и знаешь что хотел бы отметить что сейчас нет такого доминирования одного коллектива в центре зоны то что мы видели раньше тим ликвид то что мы видели от но зону лайтс когда большое количество команд играет по сути против одной то есть кто-то занял позицию все понимают что зона туда уйдет все пытаются к этой зоне подъехать понимаешь да и по сути вот этот коллектив который первый успел заехать он работает против них сейчас же у нас получается что на краях зоны между собой больше команды воюют и ты знаешь я предрекаю что большого количества киллов мы наверное не увидим в ближайшее время если зоны также будут сужаться потому что вот эти шифты они заставляют все-таки команды на краях больше драться чем против вот этой доминирующей что было раньше при зонах которые мы видели на псс ван и на черете да все так михаил все так нам показывает пока что это хэд сравнение фейс клан и эндс первая позиция за эндс но при этом киллов конечно же фейс клан хорошее количество на стреляли 11 против 7 суммарно по поинтам на один поинт на одно очко у нас вырывается вперед эндс благодаря тому что за первое место дают 10 а за второе всего лишь 6 но по урону двойное преимущество от фейс клан фейс клан больше дрались фейс клан больше настреливали по киллам как мы видим соответственно активные действия от фейс клан привели вот к таким результатам эндс дрались соответственно лишь только уже в конце больше оборонялись как бы третьим пати вроде участвовали при том что против них пытались воевать винстрики но в этот момент подключались эти геты и собственно сейвили эндсов эндс пережили драку с винстрик ну нет не драку а закидку от винстрик в сторону самих концов эндс пережили драку с шифт w которую которым спину настреливали те самые фейс клан по сути которые себе обеспечили топ не топ-2 ну то есть не то и простите не топ-1 а если бы не помогали допустим да с одной стороны эндс то может быть расклад был бы иной опять же не знаешь где найдешь где потеряешь у нас над все еще на первой строчке и нам тут же показывает изменения за сегодняшний игровой день по итогам двух карт да байстендерс догоняет у нас торнадо энерджи по 45 поинтов у этих двух коллективов тим ликвид тоже поинты некоторые набирают но немножко падают не самая лучшая игра для них ну и очень обидно за но за нлайдс 36 поинтов в принципе начиналось все для нехорошо но вот если бы не этот пуш шифт w то могли увидеть мы их и чуть повыше сейчас в общей таблице 15 место да не радует не радует конечно слушай ну и надо было предиктить navi я так понимаю учитывая сколько поинтов они сейчас в двух играх забирают navi прям отлично миромар для себя провели и мы передаем слово на интервью